Сегодня в Магадане успешно работают 10 центров дополнительного образования. Они расположились в различных районах города и имеют разнообразные направления образовательной деятельности. Все они подразделения детско-юношеского центра, в котором обучаются более полутора тысяч детей и подростков. Коллектив – это молодые и опытные педагоги. 28 специалистов курируют порядка 50 творческих объединений и проводят около тысячи мероприятий. При поддержке учредителя Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана образовательная система и материальная база детско-юношеского центра стремительно развивается. Часть специальных помещений для занятий была создана и оборудована за счет президентских грантов. По словам Виктории Глазыриной, полученных средств при этом все же было недостаточно для того, чтобы обеспечить все нужды центров. Основная проблема – это материальная, скажем так, база. И у нас есть планы на это, на реализацию. Но пока недостаточно средств, но с помощью спонсоров, с помощью муниципального бюджета, может быть, подключится областной бюджет. Я думаю, что мы какие-то проблемы решим. По словам сотрудников, не все магаданцы знают о том, где расположены центры, так как находятся они в помещениях многоквартирных домов и не выделяются на общем фоне. В планах управления сделать фасады более заметными, чтобы привлечь еще больше юных магаданцев для занятий музыкой, танцами, спортом, волонтерством и многими другими видами деятельности абсолютно бесплатно. Сегодня Оксана Бондарь, депутат Государственной Думы 7-го созыва, член фракции «Единая Россия», посетила центры дополнительного образования «Братина», «Клевер», «Старт», «Печайка», где ознакомилась с их деятельностью и оценила качество материально-технической оснащенности. Мы сегодня посмотрели центры дополнительного образования в городе Магадане. На самом деле видно, что сейчас идут каникулы и все залы ученические, там, где проводятся занятия, переполнены. Детки разных возрастов и занимаются спортом, занимаются творчеством. Замечательно. Я увидела, как работают те оборудования, которые закуплены за счет федеральных грантов, за счет президентских грантов. Все это востребовано, все это интересно, все в хорошем состоянии рабочем. Это очень важно. Сегодня мы сделали такой обход центров дополнительного образования, чтобы понять, каким образом можно еще поддержать такое важное направление для молодежи. И сегодня мы обсудим по итогам этой поездки, какие, возможно, есть механизмы поддержки данных центров. Потому что, конечно, они должны стать ярче, фасады должны быть привлекательны для молодежи. Специалисты управления по делам молодежи отмечают, что даже в нынешних условиях желающих записаться иногда больше, чем в свободных мест. И в случае повышения спроса на открытые секции центров количество занятий придется увеличить.